Итак, сегодня в MadRobots проходит эксперимент. Мы пытаемся разобраться с тем, как обеспечить свою жизнь без ключей. Замки сопровождают людей. Появились они впервые еще в шумерской цивилизации, когда появились какие-то сбережения и ангары, где надо было хранить сокровища или зерно и какие-то продовольственные припасы. Сначала они были деревянными и металлическими, естественно, только с промышленной революцией и с развитием добычи металла. Это металлический засов, в который вставляется ключ, внутри он проворачивается. Нужно носить с собой этот ключ, иначе вы никуда не попадете. Я не хотел бы носить ни ключей, ни телефона в том числе. Я хотел бы иметь возможность иметь доступа с помощью, ну, часы как минимум. То есть это то, что я обычно ношу с собой, либо с помощью пальца. Есть радикальные способы, как с ключами можно побороться. И одна из реализаций – это вшивание себе в руку. Обычно вот в это место вшивают NFC-чип. Что сделал я, чем мы занимались и что мы сделали в MadRobots? Как минимум, здесь мы используем бесключевой доступ. По NFC-карточкам мы записываем в офисе доступ на карты тройка, на кредитки. И просто прикладывая кредитку, то есть у нас мы не используем общепринятый формат пластиковых карт, а используем любую карту, которая есть у человека, чтобы мне нужно было с собой носить еще одну карту. Мы начали разбираться в рынке умных замков. Это один из самых быстро растущих рынков, рынок умных замков и дымофонов, в принципе, в мире. Мы проанализировали рынок, и я выбрал модель Xiaomi, Xiaomi Acara. В России она стоит в среднем около 25 тысяч рублей. Дальше возник вопрос, с помощью кого или чего установить эту модель. К счастью, параллельно с этим на нас вышли ребята из компании Clicker, которые развивают услугу монтажа разных умных устройств. Мы договорились, что за 3,5 тысячи рублей они произведут установку этого замка у меня дома, что является, соответственно, на мой взгляд, нормальной стоимостью, потому что в этом же диапазоне я получал предложение, в том числе от каких-то ноу-нейм мастеров с YouTube. Дальше, как происходит процесс установки, и что вам потребуется для установки подобного? Потребуется сам замок, потребуется умный хаб Xiaomi или умный хаб Xiaomi Acara. Третье устройство – это, собственно, датчики открывания двери, потому что надо понимать, что замок устанавливается на дверь, и он знает только, если замок открыт или закрыт. Он не знает, закрыта ли дверь. Поэтому для того, чтобы замок знал, что дверь закрыта, между замком и дверью устанавливаются два датчика, которые должны соприкасаться и в момент соприкосновения сообщать умному хабу о том, что дверь закрыта, все под контролем. Субтитры сделал DimaTorzok Привет! Меня зовут Арсений, я представляю компанию Кликер. Сегодня мы помогаем Николаю Белоусову и компанию MadRobot с установкой умного замка. Если вам необходима наша помощь, то можете воспользоваться данной услугой прямо у них на сайте. В среднем установка умного замка занимает несколько часов. Если вы воспользуетесь услугами Кликер, то мы поможем вам с настройкой и объясним, как пользоваться этим замком. Я отношусь к людям, которые предпочитают заказывать установки и сборки всяких сложных устройств профессионалам. Почему Кликер? Потому что они сами к нам обратились. Мы, я думаю, в рамках MadRobots, не думая, мы в рамках MadRobots сделаем с ними пилот. Для техники, которой требуется настройка и установка, дадим возможность пользователям ее заказать. И, скажу честно, в большинстве случаев это одна из самых больших болей с умной техникой в том, что ее еще нужно потратить довольно много времени, чтобы нормально настроить. Итак, так это все выглядит. Сначала мы добавили этот хаб. Добавляется он довольно просто. Через приложение подсказывает, как это сделать. Но как только вы выбираете тип устройства, которое нужно добавить, мы сначала пытались подключиться к нему по Bluetooth, но в итоге в процессе обнаружили, что он создает свою Wi-Fi-сетку и нужно в какой-то момент к ней подключиться с помощью телефона. Но все именно сами процессы диктуют приложение Xiaomi. Ошибиться невозможно. После подключения самого хаба, вот здесь у меня список устройств, подключенных к нему, мы добавляем к нему контролируемые ему гаджеты. И сейчас речь идет конкретно про замок. Это уже добавленный замок. Имя задается ему любое. Из приложения можно смотреть лог работы этого замка и видеть во сколько и каким именно человеком, если этот палец имеет название. Видите, у меня есть левый болт Коля. Я назвал вот этот палец левый болт. Ну, то есть там есть ограничение на количество символов. Насколько я понял, не больше 20 примерно, но можно посмотреть точно. Но большой уже не влез. Мы уже провели процесс синхронизации самого замка с датчиками открытия-закрытия двери. Это делается вот на этом же экране. Если датчики не синхронизированы, то здесь отображается картинка и предложение подсоединить датчики двери. И добавляются они опять-таки через хаб. Вот здесь нужно выбрать, добавить устройство. Выбрать либо Mi Window End Door Sensor, либо Acara Door End Window Sensor. Надо понимать, что это одно и то же устройство, которое выглядит слегка по-разному в зависимости от того, под каким оно брендом продается. Следующий момент приложения – это управление громкостью. На максимальной громкости могу отметить, что он не очень громкий, то есть я имею в виду, что он не раздирает уши, но довольно слышно, что говорит железная леди внутри замка. Поначалу замок говорит по-китайски, и это немного напрягает, потому что непонятно, что происходит. Дальше есть опция присылать уведомления. Я, собственно, из-за этой опции перевел приложение на английский, потому что здесь непонятно, что было написано. А здесь написано сейчас по-английски «Abnormal Unlocking Alert». Это значит уведомлять о необычных попытках открытия. Да, к сожалению, единственный, наверное, use case – это как раз-таки использование со светом. Либо уведомлять вас о том, что пришли там дети или супруг, супруга. Это единственная, наверное, более-менее осмысленная полезность автоматизации. Первое впечатление, перейдем к ним. Первое впечатление, конечно же, это будущее. То есть я в полном восторге. И какие минусы пока я заметил? То, на что я рассчитывал, это отпечатки пальцев, срабатывают не всегда с первого раза. С детьми, например, я увидел, что им приходится 3-4 раза прикладывать палец, но он у них маленький, и, видимо, площадь контакта небольшая, и из-за этого распознавание происходит не сразу, не всегда. Для меня, то есть меня через раз распознает. Я думаю, что стоит попробовать разные пальцы. С каких-то пальцев распознает с первого раза. С каких-то я заметил паттерн, что мне приходится несколько раз это делать. Но главная задача решена. То есть теперь мне не нужны вот эти все ключи для того, чтобы попасть домой. Первый вопрос, который все задают. Что будет, если замок зависнет? Когда я вывел детей на площадку набивать их пальцы и завел пальцы в систему, замок не принял их пальцы. Это потом я, поразмышляв, понял, что делаю в детских маленьких пальчиках. Но выглядело в этот момент, им было очень страшно, что все, теперь домой они не попадут. Замок на пальчиковых батарейках. Он, этих батареек, должно хватить примерно на год работы. 8 штук установлено внутри замка. Если из них, они все идут в комплекте, не нужно думать о том, чтобы купить где-то батарейки перед тем, как его устанавливать. Естественно, замок вас предупредит о том, что вам нужно поменять батарейки. Он будет это делать задолго до того, как появится риск того, что он выключится. Второе. В замке есть специальная панелька, под которой скрыта замочная скважина. В комплекте с замком идет три мастер-ключа, которые можно разместить, все-таки или носить с собой, либо положить на работе, или где-то в каком-то месте, где у вас будет к ним быстрый доступ. И с помощью этих мастер-ключей всегда можно открыть замок. Третье. В замке есть micro-USB-порт. Прямо рядом с этим отверстием под ключ есть вход micro-USB, которым можно запитать севший замок снаружи двери. И таким образом, если уже он вдруг сел, если вы допустили, что, несмотря на кучу уведомлений о том, что батарейки садятся, вы допустили то, что они сели, вы всегда сможете, взяв powerbank и USB на micro-USB кабель, завести его и таким образом попасть домой. Что касается безопасности замка, то основное преимущество его, конечно же, в том, что он любой несанкционированный, попытку любого несанкционированного доступа сразу же пришлет вам на телефон. То есть, если кто-то попробует его взломать, или окажется рядом и попробует получить к нему доступ, вы узнаете об этом пуш-уведомлением и сможете оперативно отреагировать. Когда вы закрываете дверь снаружи, срабатывает автоматический замок и дверь закрыта. Больше никаких действий не нужно. Захлопываете и все, дверь уже автоматически закрыта. Если вы хотите усилить ее безопасность, то вы поднимаете ручку чуть-чуть наверх и слышите, как вылезает вторая задвижка. Находясь внутри, вы можете активировать аж три задвижки. То есть, закрывая за собой дверь, входя в квартиру, вы также тоже автоматически уже закрываете замок. Подняв дверную ручку чуть-чуть наверх, вы активируете вторую задвижку. Но еще на самом замке есть регулятор, с помощью которого вы можете открыть и третью задвижку и окажетесь аж за тремя задвижками, собственно, для максимальной безопасности. И на внутренней стороне находится кнопка, нажав которую вы можете одним движением открыть до трех задвижек. Что ж, скажу в заключение. В общей сложности я прикинул, что в среднем по рынку установка, покупка и установка замка обойдется вам примерно до 30 тысяч рублей. Что вы получите? Вы получите безграничные возможности и свободу. Я посчитал примерно, что в день я открываю дверь входную примерно 5-6 раз в среднем. И каждый раз я экономлю вот это время, которое нужно взять и открыть, достать ключ и открыть им замок. У кого-то это занимает 3 секунды, у меня это занимало там по 10-15 секунд зачастую. Но по моим прикидкам, один член семьи будет экономить примерно 4 часа времени в год на открывании двери. Это основное, что дает умный замок, экономию времени для каждого из членов семьи и независимость от вот этих железных монстров. И вам советую тоже установить себе умный замок. Почувствуйте себя в будущем. Задайте вопрос про конкретные замки, если вас они интересуют. Мы обязательно прислушаемся к мнению и можем даже протестировать каких-то других производителей и рассказать подробнее о том, что они могут давать, как выглядит их экосистема, как удобно, неудобно пользоваться. Замку Акара я пока могу точно поставить 9 из 10, меня в большей степени все устраивает. Есть огрехи, которые связаны с распознаванием пятков пальцев, но остальное работает на ура. И то, что само по себе программирование и добавление пользователей занимает считанные секунды, это вызывает у меня детский восторг. Всем киберпанк!